Первый сольный концерт Димаша Куйдабергена в Кремле вызвал небывалый ажиотаж. Чтобы услышать феноменальный голос артиста, люди приехали в Москву из 56 стран мира. Фан-клубы в поддержку исполнителя из Казахстана специально приезжают на его выступления, где бы они не проходили, чтобы услышать уникальный голос, увидеть своего кумира. Музыкальное шоу «Династия Д» состоялось 22 марта. Еще один концерт пройдет сегодня, 23 марта. Первый концерт Димаша Куйдабергена в Москве прошел при полном маншлаге. Поддержать певца пришли в том числе как знаменитые соотечественники Димаша, так и российские селебрити. Шоу «Династия Д» посетили посол Казахстана в России и Монголи Тасмагамбетов, министр культуры и спорта Казахстана Арестанбек Мухаммедулы, супруга-премьер-министр России Светлана Медведева, политолог Ирлан Карин, певица Ирке Исмахан, а также российская исполнительница Анита Цой, которая прервала свой тур ради выступления казахстанского певца. В своем инстаграм она поздравила Димаша Куйдабергена с дебютом в России и посоветовала беречь уникальный голос. Фанаты начали собираться возле Кремлевского дворца за два часа до концерта. На официальной странице Мирас Куралай было опубликовано видео, как фанаты собирались на концерт своего кумера. Димаш Куйдаберген, дембекер-министр кумера, дембекер-министр кумера, ексігат уақыт бар. Далас Сулық. Саламатсила, нағарыңыз. Халық, халық жин алып жатыр. Мабу Күл халық мне жан-жақтан келген. Ханша елден келген халық Димашымыздың концертіне жиналып, мне далан суына қарамай барышасы Димашты көреге. Димаштың концертін концертне арнай келі отырман. Халықымыз, Аллах разы болсын. Концертіміздің, Димашымыздың концерті Ауруемен өтсін. Мені, қамшыздың, қатранқау. Мероприятие стартовало красочным световым шоу. Каждое выступление певца сопровождалось бурными овациями. Концерт длился три часа. Каждый раз, когда Димаш Куйдаберген исполнял песню на казахском языке, зрители поднимали вверх плак Казахстана. Казахстан, қамшыздың, қамшыздың, қамшыздың. Көреге! Көреге! Нәреге! Бұл қамшыздың, қамшыздың! После композиции «Мама» певец пригласил на сцену свою семью. Артист объяснил присутствующим, что у казахского народа существует обычай отдавать первенца на воспитание дедушки и бабушки. После этого он представил своих родных залу. С особым трепетом зал воспринял композицию «Любовь уставших лебедей», которую певец исполнил вместе с российским композитором и продюсером Игорем Крутым. Приглашая его на сцену, Димаш назвал его своим учителем. Исполнитель также показал свои хореографические навыки. В конце своего трехчасового выступления он танцевал вместе со зрителями. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА